Бежицкий район, Метаург. Несмотря на дождь, перед 42-й школой старшеклассники, юнармия, учителя, выпускники 2003 года. Виталий Филин учился тут с 1 по 9 класс, потом ушел в строительный техникум. Но по-настоящему выбрал профессию в армии. По призыву попал в десантники, в тульскую дивизию. И остался на контракт. Рукастый малый, машины делал. Все, по электрике. Он специалист. Хорошо учился, техникум закончил. Служить пошел, ему понравилось. Вроде обычный парнишка в школе. Были у него и тройки, и четверки. В армии стал бойцом, десантником-профессионалом. Это главный храм Минобороны в Кубинке. Масштабный и величественный. 4 июня 2021 года Виталий Филин, настоящий ас-парашютист, совершил точнейшее приземление на микроплощадку. Это было празднование Дня военно-транспортной авиации России. Об этом и не только вспоминали на построении около его родной школы. Он показывал высший класс и десантировался на Северном полюсе. Был на учениях в Сербии и Египте. Выполнял спецзадачи на Кавказе и в Сирии. Парень с окраины бежицы выполнил больше 400 прыжков с парашютом. Шедевральных, необычных и высокоточных. Последний разговор был, когда он был там по телефону. Говорил, что все нормально, все хорошо, продвигаемся, все будет нормально. Через несколько дней мне позвонили и сказали, что он перестал выходить на связь на какую-либо. Он после каждой командировки говорил, что хотел вернуться, бросить это дело. Но все равно шел обратно, потому что я уже говорил, потому что он служил, чтобы здесь не падали бомбы. Он мне говорил, потому что здесь мои родители, здесь вы. Любил небо, а погиб на земле. С 24 февраля Виталий Филин принимал участие в спецоперации на Украине. На счету его взвода больше 20 освобожденных от нацистов сел и деревень. А 30 июня в составе разведгруппы он передвигался на броне боевой машины. Она наехала на противотанковую мину. Его сослуживцы говорят в один голос. Очень жаль, это был герой, патриот и надежный друг. Виталий Филин посмертно награжден орденом мужества. Сегодня он уже не придет на встречу выпускников, своим любимым учителям, но он останется всегда в памяти, как герой, как выпускник этой школы с великолепными традициями. Поэтому светлая память светлому человеку, родителям поклону. Любовь Михайловна, Валентин Николаевич, низкий вам поклон за вашего сына. Школа гордится своим выпускником. Виталий пример мужества, стойкости, верности своей Родины. Я вам обещаю, что его имя будет в сердце каждого. Вот это открытие этой памятной доски – это дань памяти воину, солдату, защитнику. Но и для нас это история, которую мы не должны дать возможности никому, не переписать, не переделать. Историю мы должны помнить. И сейчас, именно сейчас, наши защитники пишут историю. 42-я школа своими выпускниками действительно пишет историю страны. Здесь за партой сидел и герой России Андрей Фроленков. Вы видите, эта школа воспитывает настоящих мужественных защитников нашей Родины. Поэтому с высоты своего положения сейчас напутственное слово. Каждый день, проходя мимо памятной плиты, установленной Виталией, вспоминайте, где вы учитесь и кем надо в жизни стать, на кого ровняться. Дмитрий Газин, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск.